Всем привет! Спасибо, что заглянули. Сегодня хочу с вами поделиться результатами за март и апрель. Ну, в принципе, у меня только здесь за апрель иллюстрации. За март у меня там буквально с точки 3 было. И начнем с маленьких книжечек. У меня здесь никакой логики в последовательности нет. Просто по размеру книжки лежат, чтобы стопочка не упала. У нас с Юлей в апреле был челлендж ко дню космонавтики. Мы раскрашивали всякие иллюстрации на тему космоса. И вот одна из них. Вот такая вот малявочка с раскрашенными маркерами. Ничего здесь больше нету. Маленькая иллюстрация. И из того же самого челленджа, по-моему, это дева. Я просто не привязывалась к какому-то знаку зряка, когда раскрашивала. Нашла что-то просто космическое и раскрасила. Но подумываю уже, которую неделю после того, как Наташа у себя показала книжку полноформатную со знаками зряка. Думаю, может быть, эту убрать, эту купить. Там столько портретиков. Ну, не знаю пока. И третья тоже из того же самого челленджа ко дню космонавтики. Здесь у меня мальчишка, мечтатель. Соорудил себе из коробки корабль и фантазирует, что он в космосе. Я запуталась, честно говоря, со всеми этими вот детальками. Поэтому не очень довольна, как она у меня получилась. Вот тоже нормально. Раскраска для настоящих ведьмочек. Здесь я какую-то странную штуку сделала. Мне хотелось вечером, я помню, сидела, хотелось просто руки занять, что-то пораскрашивать. И вот, в принципе, взялась за эту картинку. Мне очень хотелось сделать синюю кожу. В принципе, я ее сделала, душу отвела. Но иллюстрации вот здесь, знаете, они вроде вот смотришь, симпатичные. Когда садишься выбрать, что пораскрашивать, я никогда не могу здесь что-либо для себя найти. Такая сомнительная для меня книжечка получилась. И космос, и зеленые человечки. Он тоже у меня участвовал в челленджах ко дню космонавтики. Плюс еще здесь я параллельно всяких человечков раскрашивала, зелененьких. Посмотрим. Болтает он по телефону. Далее вот такой космонавт. Мне понравилась идея вот по типу фрески его сделать. На самом деле, когда много космос раскрашиваешь, уже нет идей, как его раскрашивать. А постоянно раскрашивать одинаково не хочется. И вот я тут повсячески измудрялась. Делала в разных оттенках. Далее у меня разворот с мышкой и кошкой. Или это крыска. У меня здесь столько воды бахнуло, что она у меня через край просто перелилась. Еще где-то у меня здесь один зеленый человечек точно был. Одно вот такое вот у меня еще маленький космонавтик есть. Вот он мне очень нравится. Здесь чуть-чуть акварели и сверху карандаши. И точно был еще... Вот он, мистер пришелец. Такой в шляпке. Хорошо в этом месяце пораскрашивалась эта книжечка. Моя малышка, с которой... Так что у меня здесь в этом месяце у меня... Такой вот разворотик вышел. Мне очень нравится. Такой он позитивный, яркий. Особенно мне Мишка нравится, как получился. Хотя пока я раскрашивала, я до последнего думала, что это собака. Но я в ответ и не смотрю. Этот я еще по границам уже начала понимать. Потому что у меня часто на виду он здесь изображен. Как-то запомнилось. А этот... Нет. Хорошенький. Получилась яркая иллюстрация. Люблю такие книги, в которые я никогда не знаю, какие фоны делать. Я раскрасила в пару крокодилу козлика с зайчиком. С беленьким. И я хотела зайчиком как-то белым еще маркером обвести. Чуть-чуть шерстку сделать. Но не стала. У меня все время это плохо заканчивается. Я думаю, пусть лучше будет такой. Тем более это просто отдыхалочка. Я здесь не заморачиваюсь. И вот фон, не знаю, может быть, потом через трафарет сделаю какие-то кирпичики на заднем фоне. Но пока так. И что-то не хочу я их трогать. Но главное, разворот доделала. Пельмешек в этом месяце я начинала. Боже, какая-то классная книжка. Вот он. Такой он хорошенький. Я не могу. Это самая классная книжка, которая у меня есть. Мне очень она понравилась. Я в этом месяце обязательно буду еще раскрашивать. Вообще просто нет слов. Но я думаю, вы все уже слышали в видео о начинании. Там как раз и процесс я показывала. Какими карандашами раскрашивала. Здесь у нас с Юлей раскрашивали. Вот такую иллюстрацию. Просто выбирали и раскрашивали. Юля выбирала. Тут замучилась. Эти маленькие штучки. Господи, штучки. Листочки красить. Вот. И карандаши здесь. И фломастеры. В общем. Что-то такое странное у меня получилось. Это книжечка у меня с пилы. Мне Алена задала раскрасить картинку только сухой пастелью и гелевыми ручками. Соответственно, фон я делала сухой пастелью, а все остальное гелевыми ручками. И издалека, мне кажется, даже не видно, что это гелевые ручки. Такие они прикольные на ощупь получились, как прорезиненные. Раскрашивала я ручками по типу вот Аморанди, из Фикса. То есть такими матовыми. Ну, вблизи, если посмотреть, конечно, видно, что там происходило на самом деле. Особенно у нее здесь на юбочке все эти штрихи видны. Но издалека, в принципе, смотрится нормально. Вот я бы, наверное, и карандашами точно так же ее раскрасила. Ничего лучше бы не придумала. Моя боль этого месяца. Я ее испортила. Я сделала ей фон. Мне абсолютно не нравится, как он получился. Не знаю. Мне нравилось, как выглядела девушка. Потом я сделала фон гуашью, и все. Вроде как я старалась здесь потемнее, здесь посветлее. Что-то там выдумывала. Но мне результат вообще не нравится. Я, наверное, буду как-то это исправлять. Может быть, другой фон сделала. С другой стороны, вроде, уже и трогать не хочется. Но есть она и есть. Вставь ее в покое, да? Не знаю. В общем, я прям очень расстроена с этой иллюстрацией. Ну, ладно уже. Космик Спирит. Здесь у меня было начинание... Нет, не начинание. Что же я... А, у меня было пролистывание раскрасок. Я делала обзор и на камеру раскрашивала. Оставляла небольшой кусочек с фоном. И уже готовую иллюстрацию вы тоже могли видеть в том видео. Мне нравится, как она вышла. Она абсолютно простая. Раскрашена она маркерами. Мне нравятся цвета. Я обожаю в таких тонах все раскрашивать. Тут какие-то минимальные тени добавлены. Но, в принципе, все равно смотрится, мне кажется, достаточно симпатично. Атмосферненько. Так, еще одна мифографика. Она тоже была в космическом челлендже. Есть у меня процесс такой ускоренной раскрашивания на камеру. Тоже вроде ничего особенного в нем нет. Там буквально по 2-3 слоя маркера. Но в целом выглядит симпатично. Вот эти мне мифографика и нравятся. Вроде не занимает много времени и усилий. А получается так интересно по итогу. Ну и распутывать мне здесь нравились эти листочки. Искать цветочки. Всякие шлемы здесь есть. Скрытые предметы. Вот, как я и говорила, мне нравится то, что Кассин Бенк. Он как-то в тему их рисует. То есть, вот космический корабль какой-то. Фотоаппарат. Он, в принципе, не выбивается. Спутник. Поэтому проблем нету при раскрашивании. Еще одна книжка, которую мы с Юлей пытаемся красить каждый месяц. Естественно, мы этого не делаем. Но пытаемся, честно. Хотя книга очень залипательная. То, что ее, когда начинаешь раскрашивать, невозможно просто оторваться. В этом месяце у нас был овен. Мы раскрашивали. И она такая атмосферная. В том плане, что вот эти руки, они прям тянутся к нему. Жутковато. Я еще их старалась такими мертвятскими, какими-то сделать с фиолетовым оттенком. Я не знаю, насколько это передает камера, но вживую. Мне прям нравится, как они выглядят. Они прям супер такие холодные. Вот прям. Вот. А сам парень, наоборот, такой горячий, весь в огне. Ну, овен. Огненный знак. В принципе. Тоже раскрашивала маркерами. Вот такая красота сзади получается. Следующая иллюстрация у меня с пилы. Это было задание на ассоциацию. И Алена мне показывала кованую розу. Как я пришла вот к этой иллюстрации. Через что? Через какие ассоциации? Это я рассказывала все в пиле. И рассказывала, и показывала там или что? Картинки. Кому интересно, можете посмотреть. Первый раз я здесь... Ну, не первый раз, по-моему, второй. Кожу маркерами раскрашивала. Все-таки вот бумага прям кушает маркер. Я здесь начинала уже вот маркерами делать. Они даже на эту сторону не проступили. У нас, в принципе, симпатичный дракончик. Такой миленький, хорошенький. Мне всегда очень нравился сам. Как бы изначально нарисован. Это тоже из пилы. И здесь у меня девушка с ягненком, с барашком. Она должна быть темнокожая, как вы понимаете, да? Но, как вы видите, не вышло у меня здесь ничего темнокожего из нее. Такая она у меня светлая-светлая девушка получилась. Но, опять же, оттенки, по-моему, я везде одни и те же беру. Но нравится мне, как выглядит это сочетание. Поэтому, ну, вроде как, сочетание нормальное. Поэтому иллюстрация мне не кажется такой плохой. И остались у меня всего две книжки по номерам. Тоже из челленджа «Котню космодавтики». Такая вот девчушка. Криовыми маркерами раскрашенная. И, ой-ой, что так произошло? Я почему-то так долго ее раскрашивала. Вроде вот по итогу смотришь, наипростейшая картинка. Что здесь раскрашивать? Я ее так долго мучила. Я уже даже какие-то части вторым слоем не стала проходиться. Потому что вот какая-то вот эта вот все мелко отнять. Тяжело почему-то на мне далась. Я в упор сейчас не вижу, что здесь могло даваться тяжело. Но я помню, сколько я пыхтела, сидела над ним. И второй. А, второй я не докрасила. Но я тоже очень долго сидела. Вот эти штучки распутывала. Искала, где здесь обвести. Вот то, что очень хочется все-таки, чтобы они как-то парно шли. Здесь такая классная с этой стороны иллюстрация. Но такая мелкая. Здесь волк и красная шапочка. Ну, прям мелкая. И это еще не самая мелкая. Я, честно говоря, думала, что я эту книжку буду красить много. Каждый месяц. Но вот она очень много времени занимает. И потом все-таки от нее хочется отдохнуть. Хотя я вот ее каждый раз беру, перелистываю. Мне очень нравятся иллюстрации. Ну, сейчас покажу кролика, который мне просто безумно здесь нравится. Меня даже уже не пугают здесь оттенки этих цветов. Вот. Ну, вы просто посмотрите, какая здесь мелкотня. Я сейчас для примера возьму какую-нибудь ручку. Покажу. Ну, то есть вот это вот все, когда выводишь. У меня даже, опять же, не проблема все это вывести, а проблема все это распутать. Потому что я иногда тут ведешь-ведешь, кусочек закончила, а потом не понимаешь, это та же цифра продолжается. Или это новое начинается. Вот, опять же, даже не самая мелкая здесь. Но она мне настолько нравится, что я все-таки буду ее продолжать. Хотя, конечно, по сравнению там с первыми выпусками Диснея, вот я помню, раскрашивала прям вот, ну, на них отдыхаешь. А здесь уже я не отдыхаю. Я сижу, пыхчу, раскрашиваю. Хотя результаты, конечно, получаются красивые. Ладно, что-то я разболталась наконец. Всем спасибо огромное за внимание. И всем пока.